Здравствуйте, товарищи! Приветствую всех вас в Нижнем Новгороде. Сегодня у нас 5 ноября 2023 года. Открываем семинар по рабочему движению Российский комитет рабочих, Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России. Первоначально, а, сегодня присутствуют делегаты на семинар и распространители газеты и консультанты, распространители газеты «Народная правда», которые способствуют Российскому комитету рабочих. Ладно, на повестке дня у нас первоначально будут организационные вопросы. Это по избранию сопредседателя товарища Шилова Российского комитета рабочих и товарища Калютова на полномочий по работе с профсоюзами. У нас первый организационный вопрос – это избрание сопредседателем РКР товарища Шилова Дмитриевича. Прошу прогрессовать, кто за. Так, кто против, кто взвязался, кто единогласно, то есть кто решил избран сопредседателем. Так, и второе у нас избрание, как бы, товарищ, уполномоченный РКР по работе с профсоюзом товарища Калютова. Калюту Владимировича, кто за, кто против, кто взвязался, то есть это получается принято, да? Да. Выступление, то есть доклады до 15 минут докладчикам, вот выступление до 7 минут. Ну, прошу принять, кто за, кто против, кто взвязался, то есть принято единогласно. Ну, заслушивается первый доклад на тему создания инициативных групп рабочих и развития их первичных профсоюзных организаций для борьбы за свои интересы. Первый докладчик, товарищ Шилова Дмитриевич. Здравствуйте всем. Сырновик Тимур Дмитриевич, город Иркутск. Предприятие Южноэлектрические сети. Доклад мой о создании инициативных групп рабочих и развитии первичных профсоюзных организаций для борьбы за свои интересы можно поделить на три части. Это подготовка, подготовка, пропаганда и организация инициативных групп. И перед началом работы необходимо оценить ситуацию на своем предприятии и составить примерно план действий. Этот план желательно обсудить с более опытными товарищами. Товарищи такие, у нас есть рабочая партия России. И составляется план действий. Нужно выяснить, какое у вас предприятие, численность этого предприятия, как оно работает. Нужно узнать теоретическую подготовку рабочих на этом предприятии. Наличие коллективного договора первичной профсоюзной организации. Если такая организация имеется, то численность членов профсоюзов на предприятии и как ведется работа этой профсоюзной организации. Если такой организации нет, необходимо узнать отношение работодателей к профсоюзной деятельности. Тут имеются нюансы. То есть, если вы только устраиваетесь на работу, то это все можно узнать на прямом при трудоустройстве. Конечно, это не единственный ваш вариант трудоустройства на крупное предприятие. Другое дело, что если вы уже работаете на предприятии и только начали свою профсоюзную деятельность, то не нужно бежать сломя голову в отдел кадров и узнавать, требовать коллективный договор, необходимо спросить у своих товарищей рабочих, какая история борьбы профсоюзной на предприятии. Когда говорят, что один в поле не воин, вот нужно быть аккуратным, имею в виду именно этот начальный этап борьбы. Ну и будет безответственно с вашей стороны проиграть собственно борьбу и еще один успех ее начать. Типы предприятия у нас можно поделить на условные три. Это предприятия маленькие, одиночные. В них, как правило, нет профсоюза, нет коллективного договора. И вести профсоюзную борьбу наиболее сложно, ввиду повальной безграмотности рабочих, непонимания, что такое профсоюз и для чего он нужен. А также самоупрасно со стороны работодателя. Второй тип предприятий. Это крупные предприятия, как правило, они входят в концерновные предприятия. И там есть коллективные договора и первичные профсоюзные организации. И депларируются с обвинением законности. На таких предприятиях нужно вести работу в первичных профсоюзных организациях. И по всем вопросам, которые согласовываются с руководством профсоюз, завести с ними работу. По вопросам, которые с руководством профсоюза не согласовываются, вести работу на местах. И предприятия, которые крупные, входят в концерны предприятия. И есть коллективные договора, есть профсоюзные организации. И там не только депларируются, но и соблюдается законность. На такие предприятия наиболее комфортно вести работу в профсоюзных организациях, уже имеющихся. Ну и перед нами, то есть имеем, что мы имеем. И перед нами стоит задача создания инициативных групп рабочих и развития их личных профсоюзных организаций для борьбы за свои интересы. Тут можно перейти ко второй части доклада, это к пропаганде. А для того, чтобы ее вести, нам необходимо в первую очередь учиться. Учиться самим. Так же, как мы, когда устраиваемся на работу, мы сначала проходим обучение в специальных учебных заведениях. Проходим стажировку, дублируем подготовку по новой должности. Так же нам нужно учиться профсоюзной борьбе. На предприятиях довольно много у нас рабочих, которые чувствуют несправедливые отношения к себе, но при этом не умеют отстаивать, правильно отстаивать свои интересы. И поскольку они не умеют этого, они так и остаются просто недовольными, не способными организоваться. А для того, чтобы учиться, нужно понимать, чему учиться. Учиться в первую очередь нужно законодательству нашему трудовому. Его нужно изучать, изучать всеобразные акты и нормативы. И, конечно же, изучать опыт уже имеющихся, опыт рабочих, которые борются за свои интересы. Это делать можно изучая материалы ВРХР. Для этого у нас имеется контрабочая академия, в том числе. И, обучаясь, необходимости вести обсуждения со своими товарищами на своем предприятии. По естественным причинам обсуждения будут вестись в первую очередь с непосредственно ближайшими рабочими, то есть с вашей бригадой, с цехом. Ну, возможно, вам повезет, вы найдете соратников на дальних ребежах своего предприятия. Но, тем не менее, это борьба коллективная, не личная, и поэтому ваша бригада, ваш цех тоже необходим. Вам также в пропаганде поможет газета «Народная правда». Таким образом, не только вы будете разговаривать со своими товарищами на работе, но и другие рабочие будут разговаривать через газету с вашим коллективом. Единственное, здесь тоже имеются нюансы, что если вы работаете на своем предприятии, вам не нужно идти на проходную предприятия и раздавать газеты, потому что работодатель может оказать на воздавление. Раздавать на своем предприятии следует мелкими партиями между своими знакомыми рабочими, а на вашем предприятии могут раздавать ваши товарищи, не работающие на этом предприятии газеты. Ну и переходя, собственно, к организации, самой инициативной группе, со временем у вас найдется идеологически подкованный, то есть вы сами станете идеологически подкованными рабочим, и у вас найдутся такие же товарищи идеологически подкованные, которыми как раз и нужно создавать инициативную группу рабочих в борьбе за свои интересы. Совсем замечательно будет, если у вас получится собрать партийную ячейку рабочей партии России. Ну, вполне достаточно быть просто идеологически подкованными, потому что также есть на предприятиях активисты, которые выступают за все хорошее против всего плохого, не способные к длительной планомерной работе, и такие активисты, они в основном вредят работе инициативной группы тем, что уводят эту работу туда-то сюда, и для этого идеологически подкованный костяк необходим, он будет удерживать группу в одном правильном направлении. Собираясь такой группой, необходимо собираться сразу с большой целью заключения прогрессивного коллективного договора. Это значит необходимо, во-первых, уже либо иметь на руках выжимку этого проекта прогрессивного коллективного договора, либо прямо на первом собрании принять решение о создании такой выжимки и ее распространения. Выжимка создаются на одной странице и распространение по коллективу. Заключение прогрессивного коллективного договора – это большая непростая задача, которая будет длительная, и, естественно, вы будете встречать более мелкие задачи с инициативной группой на пути, и решаете задачи, ваш коллектив будет учиться бороться, бороться коллективно, а также он будет набирать вес на предприятии среди других рабочих, будете зарабатывать таким образом авторитет. Когда вы уже ведете борьбу, другие инициативные группы, которые собирались на более мелких вопросах, как показывает практика, они неустойчивы, потому что либо этот мелкий вопрос решается, и нет другой более глобальной цели, инициативная группа распадается, либо инициативная группа устает бороться за мелочи безрезультатно. Опять же, вспышки на предприятиях спонтанные, они тоже не ведут ни к чему, собственно, хорошему. Во время этих вспышек необходимо вести пропаганду именно на планомерную длительную работу через инициативные группы, профгруппы, первичную посудную организацию. То есть уповать на эти вспышки, надеяться их и ждать, не следует. Ими нужно пользоваться умело. Коллективный договор, помимо того, что требует его заключения, он также требует его соблюдения и требует его улучшения постоянного. Поэтому дает задел на длительную планомерную работу группы. И чтобы работа группы была плановерной, вам необходимо собирать собрание этой группы не реже одного раза в месяц. На собраниях желательно менять руководящий состав собрания, то есть председатель, секретарь, собрание, чтобы все умели это делать, и не зависели от одного человека, потому что мало ли что с ним может приключиться. Группа должна работать в любом случае дальше. На таком собрании необходимо ввести протокол собрания, где будет отражено, кто ведет собрание, сколько человек присутствует на этом собрании, какие вопросы в повестке собрания, как эти вопросы решались, какие приняты решения, кто за эти решения, кто будет исполнитель данных решений, кто за них ответственный. И дальнейшее собрание начинается с первого вопроса, это о проделанной работе. для того, чтобы контролировать свою работу, чтобы ее не забрасывать. Ну и собираясь, когда ваша инициативная группа уже начинает собираться на постоянные собрания ежемесячные, ведет планомерную работу по заключению коллективного договора, попутно решая мелкие вопросы, вы становитесь таким образом центром силы для коллектива своего предприятия. И им уже есть к чему-то соединяться. У них уже есть товарищи, которые умеют, у которых можно поучиться, которым можно присоединиться для борьбы. И, конечно, на разных предприятиях инициативные группы будут действовать по-разному, потому что на разных предприятиях разные отношения и к профсоюзу, и разная сознательность рабочих, и где-то возможно создание сразу из инициативной группы в первичную профсоюзную организацию. Но на большинстве предприятий, там где уже имеются профсоюзы, необходимо инициативную группу развивать в профгруппу и объединяться с другими профгруппами за заключение коллективного договора и делать из, возможно, желтого профсоюза действительно борющийся, боевой рабочий профсоюз для борьбы за интересы работников предприятий. Нет, все. Прилешается второй докладчик по этому вопросу. Товарищ Чопа. Здравствуйте, товарищ Чопа Алексей Михайлович, стандартный производственный комбинат УФУ. Присоединяюсь к товарищу Сердоливу. Отличный доклад. Он, в общем-то, практически сказал большинство того, чего хотел бы я сказать. Единственное, что хотел бы добавить, это как-то больше раскрыть понятие самой инициативы. Понятно, что любые объединения рабочих, основная цель этих объединений, это борьба за заключение прогрессивного коллективного договора для улучшения положения на производстве, для улучшения условий труда, для развития работников в конечном счете. Здесь я бы хотел сказать, что в этом году появилась вот такая инструкция, мощнейшая, это то, как должен действовать инициативный комитет. Не инициативный комитет, а объединение рабочих, как должна действовать инструкция пошаговая по заключению коллективного договора. Но, инструкция такая есть, но чтобы начать ей пользоваться, нужно проявить инициативу. То есть, говоря о инициативных группах, мне бы хотелось сказать, что это все-таки не какая-то инициативная группа, как бы отдельная от рабочих, а это группа инициативных рабочих, которые проявляют инициативу. Что это значит? Значит, может ли группа не инициативных работников получить какие-то результаты в борьбе за коллективный договор? Я думаю, что это практически невозможно. То есть, рабочие должны действовать. То есть, управлять инициативу. Как этого добиться? То есть, инициатива должна в коллективе как-то воспитываться, что ли. Как правильно заметил Тимур, нужно проводить собрания ежемесячных, как минимум ежемесячно. Для постановки задач в коллективе, то есть, каждый член инициативного комитета, комитет инициативных рабочих, должен получить какое-то задание, хотя бы минимальное, выполнить это задание. Что-то проконтролировать на производстве, например, что-то вынести на обсуждение. Та же специальная оценка условий труда. Чтобы проконтролировать процесс проведения специальной оценки условий труда, нужен контроль со стороны рабочих. Это опять же инициатива, которую нужно опять же проявить. То есть, инициатива – это вовлечение рабочих в работу по борьбе за заключение прогрессивного коллективного договора. Вот. Ну, опять же, может ли это такая, может ли быть крепкая организация вот этих инициативных рабочих без... построена только на каких-то рабочих отношениях. Ну, мой опыт личный показывает, что это не совсем... В общем, не вполне, так скажем, работает, нужно что-то еще. То есть, должен быть какой-то досуг организован среди рабочих. Опочие должны собираться не только для решения этих вопросов, но и проводить как-то вместе какое-то дополнительное время по интересам каким-то. Чтобы у людей были личные интересы, не личные, а общие, общие интересы на каком-то, возможно, бытовом, так скажем, уровне. В спорте, в, не знаю, в музыкальных инструментах, в бильяр там поиграть, ну, или еще что-то. Должно быть общение вне формальной обстановки. Опять же, в этой неформальной обстановке обсуждаются какие-то моменты по достижению результатов борьбы за коллективный договор. Я считаю, это очень важные моменты. так как как-то больше доверия, что ли, в коллективе возникает, когда люди общаются на каком-то неформальной обстановке, на каком-то немножко другом уровне. Больше дружеские, что ли, отношения, более товарищеские, чем просто в рабочей среде. Вот. Но это, естественно, не главное. То есть, главное, это все-таки культура собраний, повышение культуры собраний и вовлеченность в процесс профсоюзной работы по заключению прогрессивного и культивного договора. А в остальном я полностью присоединяюсь к докладу товарища Сергея. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Павличу Владимир, Павла Шелихов, моего завода. Первый вопрос все-таки к Алексею. Он только что выступал. Как вы относитесь к инициативам, которые идут как бы извне? Помните такое явление, как органайзинг? Мы сталкивались с таким явлением, нам пытались, типа, давайте, мы вам сейчас сделаем профсоюз, у нас есть профсоюз, давайте с нами. Я говорю, а вы к нашему предприятию как относитесь? Не, не, мы сами, но как бы к нам. И вот по этому поводу можете что-то прокомментировать? Я думаю, это важно было отметить. Да, я думаю, это важный вопрос. Я к этому отношусь скептически. В том смысле, что это, а с какой целью вот этот органайзинг проводится? То есть, когда инициатива идет извне, а с какой целью? Цель какая? Вот мне тоже не понятно. Если эти люди приходят как бы, для чего? То есть, как правило, это для достижения чьих-то интересов работа правильно ведется. Если эти интересы напрямую не связаны с интересами рабочих, то тогда что это за интерес? Мне вот непонятно. Все-таки, если говорить об инициативе для улучшения положения рабочих, то она должна прежде всего сходить от самих рабочих. Потому что, ну и органайзинг, он пришел, он что-то внес, допустим, чего-то добились, органайзинг ушел и что дальше? А если не добились? А если и не добились, а если еще и это может привести и к ухудшению положения. Потому что защищать-то эти интересы кто будет? Органайзинг? Ну я как-то не вижу в этом результата. Это именно вы не раскрыли, почему есть различия. Вот мы устраиваемся на работу, это единственный наш вариант или не единственный? почему в одном случае стоит сразу запросить документы там КД, поправку и все такое, а в другом случае лучше все-таки устраиваться, а потом нет. Потом уже разведывается. здесь я смешно отвечаю. Здесь имеется такая ситуация, что у нас имеются города с одним-единственным предприятием, градообразующим. И в таком случае попасть на крупное предприятие, то есть работу ты найдешь, конечно, на какой-то там я в мелкой шраге, но вас интересуют крупные предприятия, попасть на крупные предприятия, сразу заявляющие себе что ты попсоюзник и сейчас будешь с ними бороться, тебя просто не примут. Поэтому если это единственное предприятие, единственная возможность крупного предприятия, устройство на крупное предприятие, то, наверное, не стоит сразу заявлять. А если у вас имеется возможность вы живете в крупном городе, где много предприятий, вы ценный специалист, то, конечно, можно сразу заявить, что я занимаюсь попсоюзной деятельностью и тем самым наоборот отсекаете те предприятия, где борьба будет наиболее трудной, где будет тяжело поднять коллективную борьбу с тем, что ожесточенное сопротивление со стороны работодателя и лучше устроиться на предприятие, где будут вам немножко полегче дышаться, где хотя бы работодатель сразу не начнет палки в колеса вставлять и вы сможете набрести какую-то силу коллектива до того, как выйти неотережно сопротивление места. По поводу требования получить коллективный договор. Есть почему-то мнение такое, заблуждение, что нужно требовать коллективный договор у представителей администрации. Я считаю, это прям такая ошибка, заблуждение. Коллективный договор рабочий должен просить первичной профсоюзной организации. Первичная профсоюзная организация, если действует коллективный договор на предприятии, как правило, это значит, есть профсоюз и первичная профсоюзная организация. Коллективный договор надо просить там, чтобы посмотреть, почитать этот коллективный договор, если он заключен. Зачем его просить у администрации? Я вот как-то вот это не очень понимаю. В ответу, что выбирать предприятие по принципу, где можно, а просто где не можно, ну, если я не согласен, по мне так лучше выбирать, где перспективнее борьба. То есть, если предприятие крупное, туда и надо идти, прежде всего. Да, если два крупных. Ну, эти два крупных, другого дела. Смотрите, я по какому моменту хотел бы дополнить доклады своего рода, выступить по вопросу использования протокола. То есть, одно дело, это мы на собрании собрались, запротоколировали, а другое дело, что с ним дальше делать, как его применять в дальнейшей работе. Так вот, я бы выделил несколько направлений использования протокола. Во-первых, это те лица, которые ответственны за исполнение решений, они, можно сказать, это их настольный документ на весь последующий период, до следующего собрания, по которому они руководствуют своей работой. То есть, там поставлены перед ними задачи, и они эту задачу выполняют, опираясь на протокол. Второе, этот протокол используется ответственным, допустим, либо председателем, либо комитетом для контроля исполнения принятого решения. То есть, одно дело, исполнитель сам использует его, другое дело, тот контролирует это исполнение. И еще одно назначение протокола, это лицо, допустим, как мы обычно проводим, на собрании принимаем решение, что следующее собрание председателем будет такой-то товарищ. Соответственно, он подготавливает повестку. Он при помощи этого протокола формирует повестку следующего собрания примерно таким образом. Сперва контролирует подготовку отчета о том, какие решения были выполнены к моменту следующее собрание. Это, так сказать, первый вопрос в повестке. По следующим, буквально вторым, может быть, третьим вопросом, это те задачи, которые были поставлены, которые выполняются в процессе, но их исполнение продолжается. То есть, это средняя часть повестки. И последняя, это уже мы протокол уже оставляем в сторону и формируем новые задачи, которые необходимо будет принимать далее. То есть, протокол позволяет сформировать повестку следующего собрания. Далее, что касается по организационным вопросам, я бы отметил желательность, вот вы создали инициативную группу, желательно договориться о формировании какого-то фонда. Например, если вам нужно ту же выжимку распечатать, это все деньги. То есть, даже если у вас есть принтер, то краска, бумага стоят денег. Если их надо, этих выжимок 500, 1000, 2000 штук, это не очень дешево. Поэтому лучше на это дело скидываться заранее, чтобы это было. Другой вопрос, если у вас, конечно, есть доступ к профсоюзным ресурсам, если вы можете это в профсоюзе распечатать, тогда, конечно, задача упрощается. Но, я думаю, не каждый просует согласиться на ваши хотелки, грубо говоря, инициативных ребят, тратить свои ресурсы. Поэтому желательно формировать фонд, я считаю. И последний момент, на который я бы хотел обратить внимание, это организацию работы инициативной группы. То есть, как товарищ Сердолиев у нас отметил, что желательно налаживать контакты и с другими подразделениями. Я бы добавил, что по большому счету даже внутри одного подразделения, но в разных сменах эти контакты нужно налаживать. Но все работают по своему графику, многие не пересекаются, а бороться необходимо будет вести работу всем коллективам. Я бы предложил такой вариант, мы как применяем. У нас есть сменные чаты, где только рабочие. Оттуда, конечно, придется постепенно вычищать каких-то стукачей и прихребателей. Но основная масса рабочих там будет, с которой можно будет обсуждать какие-то текущие вопросы. И эта группа в чате, она только для решения рабочих вопросов. Никаких там кошечек, собачек, там смешинок и все прочее. Никакого спама, никакого флуда, все только по делу, только по работе. И эта группа бывает у нас месяц-два, тишина, затишье полное. Зато в 2 часа ночи, в 5 утра, в 3 часа дня, в любой момент, если пришло оповещение из этой группы, каждый знает, что, возможно, надо даже проснуться и прочитать, может что-то срочное. Если там будет какой-то спам, из нее начнутся блокировать, отключать уведомления или даже выходить. То есть такие группы надо делать. И такие группы надо делать в каждой смене. Чтобы в каждой смене, даже в рамках возразлениях, были такие группы. И формировать единый, как раз таки для инициативной группы, свой чат. Там условно по 2-3 человека из каждой группы, именно в этот чат. Где самая центральная работа по организации совместных действий. То есть получается некий такой аналог демократического централизма, что ли, если можно так выразиться. Это обсуждение по сменам, представители своих смен в одном месте. И взаимосвязь из центра в края, из краев в центр, чтобы вам важно через такие чаты, ну, например. В принципе, по вопросу у меня все, и в целом по выступлению тоже все. Спасибо большое. Ну, я хотел просто добавить, что общаясь с товарищами, и вчера еще и сегодня, кто приехали. Просто интересный момент, как и получается, что инициативные группы где-то только, появляются, или люди только где-то попытались что-то потребовать, какие-то заявления написать, подписать, что-то или еще что-то. А где-то собирают подписи за прогрессивный коллективный договор, и еще на фазе сбора подписей, где-то людям подняли на 27% зарплату. А где-то выплатили все долги, и начали платить нормально за работу, которую, ну, как и платили, где-то сбавили, и обратно вернулись. И единственное, что, ну, хочется сказать, что это вообще очень позитивный момент такой, что люди только начинают что-то, а еще организовываются, где-то подписи, какие-то там, или за договор прогрессивный коллективный, или там, по поводу выплаты долгов. Но главное все, вот так вот, организовано, и сразу все налаживается. Единственный момент неприятный, есть такой вот, что некоторые товарищи, когда им вдруг выплатили долги, и начинают нормально платить за следующую работу, у них нет. Да это вот, работодателем, он так и собирался, это его добрая воля. Ну, как-то, я хочу сказать, что это абсолютно не так, и тем более здесь мы встретились со всей Россией рабочие, и эти моменты есть в разных уголках страны, и они одинаковые. То есть, здесь никакой доброй волей не пахнет, вот, то есть, это, чтобы люди так не думали, что им просто прибавили. Просто у некоторых активистов бывает очень, это удар такой большой, когда вдруг что-то там получилось, а им заявляют там, знаете, кому-то, для кого-то это уже программа максимум заработчик. Это не максимум, это минимум, вы только начали. Если вам прибавили, значит, переживают, боятся вас. Так что, здесь, где дальше. Спасибо. А вот, что было раньше, сначала инициативная группа, или сначала начали собирать подписи, а потом вот это, от этого пошло. Как вы можете сказать? Ну, я свое время развлечу, то есть, как у меня пошли. Я к чему? Что мы такими способами делаем выборами? Если он дает еще и такой эффект, значит, это очень хорошо. У меня конкретно на предприятии получилось так, что я учился сам, обсуждал изученный материал с товарищами на работе, со своей бригадой в основном, ну и с соседними бригадами, потому что у нас бригада довольно стойкая была и добивалась успехов, защищали свои интересы, поэтому остальные бригады на нас смотрели и хотели, собственно, так же. Но организоваться, начать собирать собрание у нас не получалось. И вот только благодаря РКР, сначала я собрал подписи, чтобы меня делегировали на РКР, обсудил это с товарищами, что я не просто так, я еду вас представлять. И когда я приехал в РКР, я их у нас всех собрал за закрытыми дверями, у нас получилось собрание, объяснил, что было на РКР, и была нашим коллективам поставлена у нас задача, что нужно выступать, бороться за свои интересы и делать это организованно. Необходимо собирать собрание ежемесячно. Сейчас у нас коллектив бригады сменился, бригада у меня совсем молодая, новая, но инициативная группа, то есть сменив там часть себя, ну вот так вот, товарищи, мужчины, соседние предприятия, и там теперь тоже развивают борьбу рабочего класса. Инициативная группа продолжает действовать, да, где-то со скрежетом получается, потому что сменились опытные на менее опытных, но растем, учимся, инициатива не умирает, вот она развивается. Теперь мы собираем подписи, да, у нас нет проекта коллективного договора, у нас изменения действующего коллективного договора, и получается выжимка, как раз с этих изменений. Вот, на последнем собрании мы собрали эту выжимку, обсудили, то есть это было только после РКР, организация получилась после него. Соловей Василий Феликсович, город Ленинград, производство «Красный Октябрь». Ну, я стою перед вами как работник самого сердца военной промышленности, усердно трудящийся над обеспечением бесперебойной работы двигателей оборонных самолетов нашей страны. В мире, где точность и совершенство имеют первостепенное значение, мы играем ключевую роль, и наша приверженность к своей работе, она непоколебима. Но, как и во многих других благородных начинаниях, наша преданность делу часто сопровождается бесчисленными проблемами, с которыми мы сталкиваемся на производстве. Именно об этих проблемах и насущной необходимости реформы я хочу рассказать сегодня. Для меня большая честь выступать здесь в качестве представителя моих коллег-рабочих, которые, как и я, посвятили себя этой отрасли, но при этом сталкиваются с несправедливостью, сохраняющейся в течение долгого времени. Ну, я считаю, что данный съезд – это идеальная площадка для того, чтобы пролить свет на эти проблемы не только в стенах нашего завода, но и для рабочих всей страны. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, не являются уникальными для нас. Они находят отклик у работников различных отраслей. Ну, и наш общий долг, общее ведение – требовать соблюдения трудовых кодексов, законов, бороться за справедливость в наших рабочих местах. И сейчас я хотел бы перейти к рассказу о некоторых насущных проблемах, которые очень волнуют меня и многих моих коллег. Ну, вот что я хочу сказать. Это ведь бывают такие нарушения, которые были со стороны работодателя, что оплата сверхуроченных часов, которые происходят по… И согласно 152 статье, и 153-й, 154-й, привлекаю, что работодатель должен относиться с уважением и как бы соблюдать эти статьи, вот, и уважая рабочих, чтобы оплачивать все это сверхуроченное время. Вот, и, конечно же, вот такое бывает, что многие работники, вот, также бывают устаревшие технологии, которые, вот, надо тоже делать, которые надо тоже вкладываться. И это очень такая требует максимальной эффективности. Вот. Это оборудование зачастую износившееся, не подлежащее ремонту. Вот. Ну, я считаю, что к этому стоит уделять внимание. Вот. И многие рабочие, вот, испытывают, просто, понимаете, страх и апатию, которые живут в этом… Вот, они живут в атмосфере страха. Боятся, что если выскажут против этих несправедливостей, то потеряют работу и средства к существованию, что скажется на благополучие их семей. Вот, я призываю к действию, чтобы… Для меня очень важно не только привлечь внимание ко всем этим проблемам, но и предложить конструктивные решения. Вот, либо, либо, либо. Вот. Надо обсуждать, что можно сделать для решения этих проблем создание условий светлого будущего, соблюдения трудового кодекса. Руководство завода должно немедленно приступить к соблюдению трудового законодательства. Вот. Это и предоставление работникам право распределять отпуска, индексировать зарплату в целях борьбы с инфляцией. Вот так. Вот. Современные эффективные технологии. Вот. Чтобы они не продолжали работать на устаревших технологиях. Также стараться как-то более щадно относиться к людям, которые работают в ночные смены. Не принуждать их к этому делу. Потому что ведь это сказывается на их физическом и психологическом состоянии. Вот. Когда люди вот просто приходят и засыпают прямо на рабочих местах. Это вот как на Кировском заводе уже случаи травматизма происходят. Вот. А у одного кузнеца травма ноги. И опять вот травма головы. Опять вот просто в ночные смены. Ну. Вот профсоюз, который действительно представляет наши интересы, борется за наши права, обеспечивает безопасность, справедливость и соблюдение трудового законодательства на рабочем месте. Но нам нужен вызывающий, нам нужен профсоюз, который вызывает доверие. Для этого мы должны активно участвовать в выборе и поддержке представителей именно вот нашего профсоюза. Так. Давайте тогда заслушаем проект постановления по данному вопросу. Постановление Российского комитета рабочих. О создании инициативных групп рабочих и развитии их в первичные профсоюзные организации для борьбы за свои интересы. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба за экономические интересы работников должна вести к большинствам коллектива. Единичные выступления отдельных работников неэффективны и, скорее всего, приведут к значительному ухудшению положения конкретного работника на предприятии или к увольнению. Для привлечения на свою сторону большей части коллектива работников следует создавать инициативные группы рабочих. В эти группы необходимо привлекать наиболее активных и теоретически подготовленных рабочих. Деятельность инициативной группы должна быть направлена на разработку основных положений будущего проекта прогрессивного коллективного договора или положений, улучшающих текущий коллективный договор на предприятии. Эти положения следует подготовить в виде короткой выжимки на одну страницу и использовать как основной инструмент агитации на предприятии. Параллельно инициативная группа может решать текущие задачи, относящиеся к улучшению условий труда в бригадах и цехах. Конкретные формы такой борьбы определяются, исходя из специфики предприятия. Инициативной группе следует проводить собрание не реже одного раза в месяц с обязательным введением протокола собрания и фиксацией в нем принимаемых решений. На собраниях полезно обсуждать разработанную выжимку из проекта прогрессивного коллективного договора, тренируя навыки разъяснения важности и обоснованности конкретных положений в коллективе. Развитие инициативной группы рабочих в первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации большинства коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора. Организация большинства должна производиться в форме подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку основных положений проекта прогрессивного коллективного договора. Нижний Новгород, ноябрь 2023 года. Есть предложение принять проект постановления за основу. Кто за? Кто против, поддержавшись единогласно?